МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 40 тысяч магнитогорцев, несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь, приняли участие в первомайском праздничном шествии. Телекомпания ТВ инустами наших корреспондентов уже подробно рассказала о том, как проходило шествие и сам праздник. Сегодня предлагаем небольшую ретроспективу 1 мая 2018. И вот как это было. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совет ветеранов ММК в этом году. В этом году отметил свой юбилей. В связи с этим такой вопрос. С каким настроением выходите на сегодняшнее первомайское отчетствие? Настроение прекрасное. Сегодня все подразделения будут здесь. Я имею в виду все 103 председателя, ну и активисты, ну и просто желающие пойти в колонии, вспомнить былые времена. 1 мая этот праздник такой, который для нашего поколения, он был святым. Здесь всегда встречались, радовались этому празднику. И сейчас хорошо, что возродили этот праздник. Где еще пообщаются люди? Это вот место, где можно пообщаться всем поколениям и молодым. Вы видите здесь и дети, и взрослые, и очень взрослые, к которым относимся мы. Неизменный участник первомайских шествий это Виталий Викторович Бахметьев. Виталий Викторович, еще много ездите по городам. Скажите, то, как отмечают в Магнитогорске, 1 мая, в других городах, есть что-то подобное? Ну, наверное, все-таки есть подобное. Но Магнитка всегда была, умела объединяться на таких праздниках. И вот что меня сегодня радует, даже вот эта непогода напугала нас немножко с утра. Не знаю, немножко пролестница нет, но народ пришел. Сегодня ожидаем порядка 50 тысяч. Никто никого силой на демонстрацию не загонял. В других городах тоже празднования есть. Я думаю, что в каждом городе есть своя изюминка. Но Магнитка всегда объединялась возле событий. 1 мая это событие, это день солидарности трудящихся. Вот мы все здесь на этой демонстрации. Рядом с нами гостев Николай Константинович, бывший главный инженер горнообогатительного производства, правильно? С каким настроением вышли на сегодняшнее первомайское отчетствие? С самым радостным. Несмотря на то, что погода немножко не соответствует, но в душе полная радость. Главное, что увидишь людей своих, с которыми работал много лет. Прям все родные. Так что посещение это мероприятие важное. Профсоюзный комитет не может выходить с плохим настроением, потому что мы являемся инициаторами, организаторами этого мероприятия. Вообще я хотел бы, конечно, поздравить всех магнитогорцев с этим праздником. Пожелать всем, конечно, здоровья, благополучия, ну и, конечно, мирного неба над землей. С праздником всех. Борис Михайлович, как считаете, никто никого не сгонял? Что заставляет людей вставать столь ранним утром, не в самую хорошую погоду и приходить? Ну, конечно, никто не сгонял. Конечно, какие-то внутренние должны быть потребности у людей. Вообще праздник, в моем понимании, такой немножко, ну, наверное, можно сказать, уникальный. Один из тех, который прошел десятилетие и сохранился. И вот 1 мая все люди собираются. Праздник единства, праздник труда. Поскольку наш город, он такой неофисный, поэтому в понятие труд, где складывают немножко более такие значимые вещи, поэтому я думаю, надеюсь, что это все-таки внутренний посыл людей, собраться и пройти в таком шествии все вместе. Рядом с нами нападающий сборной России по хоккею Егор Спиридонов, сам магнитогорец. Егор, расскажи, пожалуйста, с каким настроением вышел на сегодняшнее первомайское шествие? Настроение отличное, вот только погода немножко подвела, холодновато. А так все отлично, организация хорошая, все нравится. Как оцениваешь тот чемпионат мира, который прошел в Магнитогорске, в Челябинске, как собственные достижения можешь оценить? В плане организации чемпионат прошел отлично. В плане личных результатов, конечно, хотелось бы большего. Как бы выступили не очень хорошо, честно говоря. Жизнь на этом не заканчивается. Все победы впереди. Девять часов утра. Здесь, на площади Ленина, не так многолюдно, как могло бы быть в солнечный майский день. И среди решивших отдать дань первомайской традиции, несмотря на погоду, и профсоюзный комитет медико-санитарной части комбината. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему погода вас не стыдает? Ну, во-первых, демонстрация – это праздник, это праздник весны и труда. Мы планировали это мероприятие, поэтому с твоими пришли сегодня сюда, чтобы поддержать идею первичной профсоюзной организации. Вы слышите свои демонстрации, как дети, в молодости? Как это было? Расскажите. Конечно, помню. Мы ходили с родителями на плечах, у папы сидели. Тогда демонстрацию оформляли машинами очень красивыми. Часть людей сидела в этих машинах. Дети, как правило, на машинах, поэтому мороженые шары, флажки. Их было очень весело, дружно. Сегодня это поддерживаем, эти традиции. Самодельные цветочки трепили на веточки. Сами покупали шарик, сами их надували. Теперь все у нас организовано, теперь все выдают профсоюзной комбинат, профсоюзной индикацией тарской части. Люди такие же, люди тоже активно идут. Но сейчас, да, вы правильно сказали, еще охранник надо. Много погодят, только подойдет, дай Бог, погоду поможет. Народ придет, он будет высоко, будут, как всегда, дружно. Профсоюз готов скорей защищать права людей. Ура! Достойному труду достойная зарплата. Ура! Ура, товарищи! Те нозунги, которые вы сейчас слышали, звучат из уст профсоюзного комитета ММК Информсервис. Как готовились еще? Что делали? Подготовили флаг, подготовили шарики, подготовили флажки, свои флажки подготовили. Погода внесла коррективы в количество участников? Ну, надеемся, что нет. Должно быть 213 человек. Я смотрю, привели даже детей. Как одевали по погоде? Конечно, по погоде смотрели. Тепло постарались. Были ли сомнения брать их или не брать? Нет, мы всегда берем детей. И на коляске, и на велосипедах. Обязательно. Кто не стоит под рекою, пристанет самой реки, парень девчонку целует, просит он правой руки. Верила, верила, верю, верила, верила я, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. По традиции, шествия возглавляют руководители города и комбинаты. Рядом с нами председатель Магнитогорского городского собрания депутатов Александр Олегович Морозов. Александр Олегович, мало в каких городах первомайское шествие настолько масштабно? С чем вы это связываете? Ну, потому что город у нас дружный. Люди разные живут в нем, но подавляющее большинство людей добрых и трудолюбивых. Поэтому вот 1 мая исторически для нас объединяющий праздник. Кстати говоря, для нас с вами это понятно, мы с папой, с мамой ходили в детстве, потом был провал небольшой в два десятка лет, когда демонстрации не проводились. И теперь вот они возрождены уже для молодежи, для нынешних школьников. Это становится привычным. Кстати, вот недавно завершилась демонстрация во Владивостоке. Там аналогичная погода. Дождь шел всю ночь, и люди шли по мокрому асфальту. Аналогичные у нас. А насчет рекордов, действительно, вот в прошлом и позапрошлом году выходило более 50 тысяч магнитогорцев. Это было больше, нежели по всей Челябинской области в одной магнитке. Вот так мы живем. Как считаете, 1 мая какие-то новые смыслы обретет со временем, или может быть уже обрел? Знаете, вот смысл-то один, он был и есть, чтобы люди были дружные. Вне зависимости от своей профессии, от возраста, от вероисповедания и политических взглядов. Чтобы люди жили в родном городе дружно, честно. И старались сделать так, чтобы он был лучше с год от года. Чтобы дети, внуки жили уже через много лет в более красивом и процветающем городе. Меньше плакали, больше улыбались. Вот смысл праздника. Сергей Николаевич, мало в каких городах первомайское шествие проходит настолько масштабно. С чем вы это связываете? Ну, во-первых, у нас в городе сильные традиции. Традиции как трудовые, будем говорить, так и общечеловеческие традиции сильные. Ну, а потом ведь действительно, если посмотреть, ну не все так плохо, что было раньше. То есть принципиально убирать все, что было раньше народом, вот как-то реализовано, наверное, это неправильно. Вот, честно говоря, конечно, сегодня погода не способствует. Но вот я помню себя все годы. Мы с великим удовольствием выходили на демонстрацию. Вот именно с тем, чтобы демонстрировать дружеские отношения. В общем-то, сегодня, я вам скажу, что тоже силой никто никого не загоняет. Сегодня нет такого уже, но тем не менее, народ-то, вы поглядите, невзирая вот на такую погоду, он весь здесь. Поэтому я не думаю, что вот было бы правильно следовать вот этим новым веяниям и ломать все старое. На самом деле надо выбрать все лучшее из того, что было раньше, это развивать. Наверное, это неплохо. Мне кажется, это правильно. Все-таки наш народ, он дружен в нашем городе, он сплочен. И, наверное, вот это и есть следствие. Поэтому я считаю, что, наверное, эта традиция есть и народу решать. Народ тут пока поддерживает. И я думаю, что нет повода это менять. Почему вы сегодня пришли на демонстрацию? Сыну показать, что это такое. Мы-то знаем, а они-то нет. А вообще для вас значим этот праздник? Значим? Ну, из детства. Конечно. Из детства, конечно, значим. Приветствуем листопрокатный цех номер одиннадцать. Ура! Потому что сегодня праздник труда, мира. Это олицетворение коллективизма. Это Лев Ильич Буйначев. Внук. Тоже станет металлургом. Чтобы всегда был мир, всегда был труд. И, блин, мы все были веселые. Каждый год ходим, и погода не мешает, настроение хорошее. Это праздник! Ура! Мир, труд, мать! Солнца вам и голубого мирного неба! Ура! Я думаю, что независимо от того, какая погода, у людей прекрасное настроение. Потому что это прекрасный, замечательный весенний праздник. Первое мая. И вот такая солидарность, она вот наяву. Потому что люди пришли, их никто не загонял. И Пробережный район представляет более двух тысяч человек. На самом деле, в достаточно интересный и праздничный день мы не ощущаем холода. Потому что у нас достаточно очень классная, добрая команда. И в целом атмосфера, которую сегодня администрация города создала, вместе со всеми предприятиями, классная. Поэтому с праздником, дорогие горожане! День первого мая у нас! Для хорошего садовода работа уже есть. Мы уже живем в саду и занимаемся понемножку за работами. Расстояние от площади Ленина до курантов шествующие преодолели за полчаса. И здесь, на площади народных гуляний, участников демонстрации ожидают массы развлечений. Мы долго нам не верили, а мы сделали походу, в секунды и в сторону света. А мы сделали это, мы сделали это. Мы ждали всех шествующих, ждали наших любимых ребятишек, их родителей, для того, чтобы очередной год порадовать их, задать веселое настроение. Тем более, что погода сегодня не самая теплая. Ну а как вы видите, наши танцы, они, конечно, согревают и душой, и телом. Вы проделали весь долгий путь от площади Ленина до курантов или сразу сюда пришли? Нет, мы проделали путь. Мы шли со своим цехом, центральная электростанция. Хотелось показать детям, что это такое, и рассказать, что такое 1 мая, почему идет демонстрация, к чему это приурочено. Чтобы они знали. Приветствуем, работники ходили. Да, с родителями ходили. Всегда и очень нравилось. А я напоминаю, вы смотрите итоговую информационно-аналитическую программу телекомпании ТВН «Время местное. События неделей». И вот, что будет дальше в нашем выпуске. И все-таки город Сад. Магнитка станет зеленее на 1500 деревьев. Об этом стало известно буквально накануне. Гастролеры не местные. Магнитогорский полицейский задержали телефонного мошенника, уроженца Краснодарского края. Охрана труда как стратегическая линия. Всемирный день охраны труда в ПАО ММК встретили целой чередой мероприятий. Под контролем общественности члены общественной палаты Магнитогорска заслушали доклад ректора МГТУ о текущем состоянии и ближайших планах вуза. Сами с цветами в честь грядущего 25-летнего юбилея телекомпании ТВН мы сами дарим подарки – уникальные цветочные композиции. И сейчас об этих и других событиях более подробно. Готовность к пожароопасному сезону стала основной темой аппаратного совещания, которое состоялось в городской администрации. Поскольку глава Магнитогорска Сергей Берников находился на совещании у губернатора области, заседание провел его заместитель Виктор Нижегородцев. Подробности далее. Аппаратное совещание началось с позитива. Заместитель главы города Виктор Нижегородцев поблагодарил всех, кто имел отношение к организации, прошедшего чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Международная федерация хоккея дала высокую оценку организации проведения чемпионата. Отмечу, что эти соревнования побили рекорд по количеству посещений юниорских турниров, которые проводятся с 1999 года. Далее речь зашла о готовности к пожароопасному сезону. Тема действительно актуальная. Так, с начала года на территории города произошло 95 пожаров, погибло 4 человека, получили травмы 14, в том числе один ребенок. Чтобы не допустить трагедии, проводится обучение населения правилам пожарной безопасности. Вручаются специальные памятки. Особое внимание лесным участкам возле Малокизильского водозабора. Там постоянно ведется патрулирование. С 10 мая будет организовано дискование земель. А согласно постановлению главы города, на территории Магнитогорска категорически запрещено сжигать траву и мусор, а также разводить костры. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч, на должностных лиц от 15 до 30, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч. Также обсудили на совещании реконструкцию парка у Вечного огня. Сам постамент монумента тыл фронту будет облицован мрамором, а ступени – тротуарной плиткой. Ей же будет замощена территория набережной. В вечернее время она должна освещаться торшерами. Продолжится и озеленение. В рамках озеленения планируется ремонт мероприятия по посеву газона вдоль пешеходных дорожек центральной аллеи на набережную. Остальные пешеходные дорожки также будут замощены тротуарной плиткой. К слову про озеленение. Виктор Нижегородцев напомнил, что акция «Аллеи славы» подходит к финишу. В прошлом году Магнитогорс становился одним из ее победителей, и в результате город получил несколько сотен деревьев и 100 кустарников. Однако в нынешнем голосовании мы пока не входим в число лидеров, и чтобы снова выиграть, нужна активная помощь горожан. Осталось всего пять дней, чтобы отдать свой голос в пользу Магнитогорска. Призываю всех проголосовать, всех жителей нашего города. В прошлом году мы стали одним из победителей, в этом году, ну даже прошли только сутки, и мы с седьмого перешли на четвертое место. Магнитогорс сейчас занимает четвертое место. Напомним, для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно зайти на сайт «Аллеи славы.рф», пройти несложную систему авторизации и оставить свой голос. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. И в продолжение темы хлопотного городского хозяйства. Благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату город продолжает преображаться. Напомним, в прошлом году в рамках акции «Тысяча деревьев детям», инициированной градообразующим предприятием, Магнитогорск изрядно позеленел. В этом году было решено традицию продолжить. В результате стартует новая программа. Полторы тысячи деревьев в городу. Накануне первые саженцы появились возле 10-й школы. Свидетелем посадки стала наша съемочная группа. 45 молоденьких саженцев обрели в этот день свою вторую жизнь на территории 10-й школы, а также рядом с ней. Новым жителям здесь были рады. Организована торжественная линейка для посадки деревьев, прибыли почетные гости. Во главе с генеральным директором ММК Павлом Шиляевым, а также главой города Сергеем Берниковым. Мне бы сегодня хотелось, наверное, в лице генерального директора Павла Владимировича сказать огромное спасибо Магнитогорскому металлургическому комбинату за такую акцию, за такой подарок. Чрезвычайно полезный подарок для нашего города. Возле 10-й школы теперь будут расти астралистные клёны. Это дерево, которое широко встречается в Европе и Юго-Западной Азии. Его высота от 12 до 28 метров. У дерева густая шаровидная крона. В России оно растет от Северного Кавказа на юге до южной границы таежной зоны на севере. Клён хорошо адаптирован к уральскому климату, тени вынослив и зимний стоек. Мы вообще давно и последовательно занимаемся озеленением. Другое дело, что большая часть наших усилий была направлена на рекультивацию территории горы Магнитная. А вот в прошлом году мы посмотрели и приняли решение, а почему нам не заняться тем же самым и на правом берегу. И вот это стало традицией. Я думаю, что традиция теперь будет долгой. За этот год благодаря Магнитогорскому металлургическому комбинату в городе появятся полторы тысячи деревьев. Высаживать их будут в два этапа – весной и осенью. В основном саженцы будут окоренять в правобережной части Орджоникидзовского района, поскольку именно здесь наиболее явно ощущается нехватка зелени. В большей части Орджоникидзовский район действительно мы стараемся охватить, потому что так сложилось исторически, что в Ленинском, да и в правобережном, будем говорить, ситуация с зелью вполне приемлема. Поэтому да, мы будем стараться, Орджоникидзовский район в этом году в большей степени приоритет будем отдавать этому. Павел Брюсенев, Алексей Гондаренко, телекомпания «ТВИН». Не обошлась минувшая неделя без криминальных происшествий. Сотрудники Магнитогорской полиции задержали жителя Краснодарского края, которого подозревают в серии мошенничеств. По предварительным данным, так называемый телефонный мошенник обманул не меньше трех жителей нашего города. Следствием было установлено, что злоумышленник, представляясь руководителем подразделения ГИБДД, и предлагал оказать помощь в проведении мероприятия для сотрудников полиции. Разговор начинался с незначительных просьб, а заканчивался уговорами на перечисление денег. Сумма ущерба по первому эпизоду состояла 3000 рублей. В ходе розыска сотрудниками полиции личность гражданина была установлена. Им оказался 39-летний уроженец одной из бывших республик СССР, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Известно, что мужчина проживал на съемной квартире в городе Краснодаре, нигде не работал. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» продолжается. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. И в продолжение темы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по городу Магнитогорску был задержан 31-летний гражданин. Он пытался сбыть поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что обвиняемый, проживающий в городе Челябинске, сбывал в торговых объектах и аптеках Магнитогорска фальшивые денежные средства. У молодого человека при обыске было изъято 11 поддельных купюр достоинством 5000 рублей и около 120 тысяч подлинных рублей. Выяснилось, что ранее гражданин уже был неоднократно судим за имущественные преступления. По решению Ленинского районного суда Магнитогорска подозреваемый арестован на 2 месяца. Наказание по предъявляемой ему статье предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также розыск иных лиц, причастных к совершению противоправных действий. Продолжаем программу. Накануне на базе Магнитогорского металлургического комбината прошел региональный конкурс «Социальное партнерство в сфере охраны труда». В нем приняли участие 20 команд от предприятий, входящих в Горно-Металлургический профсоюз России. В течение двух дней они демонстрировали знания, умения и навыки по требованиям охраны труда. Прошел по этапам и наш корреспондент. 20 команд, в каждой по два человека. Специалисты, уполномоченные по охране труда. Сама идея конкурса состоит в том, чтобы показать, насколько гармонично они взаимодействуют между собой. Ведь от слаженности их действий зависит, насколько безопасным будет труд на производстве. Я думаю, что в первую очередь слушать друг друга. Согласовывать действия свои. И сообща работать, так скажем, в команде, как еще. Ну, одна голова хорошо, а две головы лучше. То, что площадкой для проведения был выбран Магнитогорский металлургический комбинат, неудивительно. Ведь предприятий, на которых столько внимания уделяют охране труда, найти не так-то просто. Практика работы уполномоченных показывает, что наиболее эффективная их работа происходит во взаимодействии, в рамках социального партнерства. И вот это социальное партнерство сегодня поистине организовано и работает на этом предприятии. Разбившись на две группы, команды принялись поочередно выполнять задания. Одно из них проходило на настоящем производстве в рабочее время. Один из этапов конкурса проходит в цехе ремонта металлургического оборудования два механоремонтного комплекса. Организаторами был подготовлен специальный маршрут. Двигаясь по нему, участники должны фиксировать нарушения требований охраны труда. Разумеется, нарушения эти были подготовлены специально. Далее участники конкурса переместили в школу безопасности. Современный крупный учебно-тренировочный комплекс. Он оборудован интерактивными стендами, тренажерами, манекенами. Аналогов подобным учебным заведениям в стране больше нет. Здесь участники должны были продемонстрировать навыки базовой сердечно-легочной реанимации. В случае ЧП в реальной жизни такая процедура может спасти человеческую жизнь. Правда, выполнить процедуру правильно на все 100% удавалось далеко не всем. У вас не было дыхания практически единичной. Может быть два, может быть три. И вы сломали грудную клетку на 100%. Кроме этого, участникам предстояло пройти устный и практический экзамен по подбору средств индивидуальной защиты. А на следующий день их ждало компьютерное тестирование. Только после этого на общем столе были тщательно разобраны типичные ошибки и выявлены победители. В итоге лучшей была признана команда объединенной сервисной компании. Каждый этап сложен по-своему. Конечно, оказание помощи пострадавшим, я думаю, там были какие-то моменты очень сложные. Довольно-таки неожиданным был этап по подборке спецодежды. Вытащили профессию, мой коллега, вытянул билет, там была профессия лесоруб. То есть та профессия, которая в принципе не свойственна на нашем предприятии. Но тем не менее мы справились, все подобрали как положено. Как обратил внимание председатель первичной профсоюзной организации группы ПАО ММК ГМПР, проигравших в конкурсе не было. Каждый из участников получил самое главное, а именно опыт. Наша задача прикладная. Определили сильные стороны, определили славные стороны, а теперь вперед работаем. Вот с таким пожеланием я бы на такой мажорной обороте хотел закончить. Спасибо всем. Подробнее о конкурсе на лучшее социальное партнерство серия «Храна труда» расскажет программа, которая выйдет в эфире телекомпании ТВИН в конце мая. Павел Берсенев, Владислав Гусев и Владимир Ровенский. Телекомпания ТВИН. Безопасность начинается дома. Под таким лозунгом прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда. Организована она была профсоюзным комитетом Магнитогорского металлургического комбината. Форма проведения акции была не совсем обычной. Раздачу атрибутики и памяток металлургам совместили с экзаменом. Техника безопасности в вопросах и ответах. После работы на мини-экзамен сегодня на Комсомольской площади всех металлургов, которые выходили со смены, ждал небольшой сюрприз – зачет по технике безопасности. Такая проверка знаний была организована профсоюзным комитетом ПАО ММК в честь знаменательной даты – Всемирного дня охраны труда. Это, конечно, не праздник. Тут праздновать особо нечего. Это скорее акция, цель которой – это обозначить самим себе в первую очередь наличие такой проблемы, как производственный травматизм. Цифры, конечно, шокирующие. В России только более двух тысяч человек ежегодно погибает от смертельных травм на производстве. В мире это более двух миллионов. В рамках акции было подготовлено 100 билетов, в каждом по три вопроса. Все они касались правил безопасности, которые на производстве нужно соблюдать неукоснительно. Люди отвечали с энтузиазмом, подумав, перед этим несколько минут шпаргалок не использовали, не советовались друг с другом. Ведь эти правила они не только знают, но и постоянно им следуют. Я думаю, что их шесть правил. Шесть правил. Мы включили. За правильностью ответов следили технические инспекторы по охране труда профсоюзной организации комбината. Каждый из них и сам на отлично знает все пункты и регулярно на производстве контролирует их соблюдение. Мы достаточно демократично подходим к оценке знаний. Мы не требуем дословного изложения тех ключевых требований, которые действуют в ПАО ММК. Мы хотим понимания человеком тех мер, тех обязанностей по охране труда, которые сберегут ему жизнь и здоровье. По поручению работодателя, работник должен выполнять продовольственную функцию. Второе. Выполнение работы по техническому обслуживанию, ремонту, очистке и уборке на неотключенном оборудовании. Электрослесарь кустового ремонтного цеха Сергей Лебедев отвечает четко и без особых раздумий. Об акции он узнал накануне вечером из социальных сетей и сразу решил, что обязательно примет в ней участие. Сергей уверен, все пункты в правилах безопасности написано, что называется, кровью. Работа электрика, она поразумевает, что необходимо их выполнять. Все же в первую очередь это безопасность жизни. То есть напряжение это как бы не шутки. И даже не приходится, необходимо их выполнять для успешного возвращения домой. Каждый из тех, кто ответил правильно на все три вопроса, получил подарок от профсоюзной организации. Светоотражающий жилет, он символ того, что соблюдение безопасности не должно заканчиваться за воротами проходных. Быть предельно осторожным и внимательным каждый из металлургов обязан всегда и везде. Дома, на улице, на дороге. Евгения Солохудинова, Влад Набеев, телекомпания ТВИН. Всемирный день охраны труда отметили и в школе безопасности ПАО ММК. Здесь провели конкурс среди работников самых разных подразделений комбината. Знания основ безопасного труда. Жюри проверяло как в теории, так и на практике. Кто оказался самым подготовленным. Здесь нет огромных станов и не льются раскаленный металл. Но все до единого участники конкурса в спецодежде. И даже ремешок каски у них закреплен на подбородке. Четыре команды, прокатчики, энергетики, металлурги и работники горно-обогатительного производства впервые соревнуются не за титул лучших в труде, а за звание знатоков основ безопасности труда. 2-й 01, электросети 6, возгорание, горит бензин, включаю газ, выключаю свет. Беру огнетушитель, смотрю на огнетушитель, давление исходное. Бомбу убрал, цеху выдернул, раструб навел, приступаю к движению пожара. Территория для конкурса «Школа безопасности ММК» – площадка не только для теоретического, но и практического обучения правилам труда на опасном производстве. Она открылась всего 4 месяца назад, но здесь уже получили жизненно важные знания 6 сотен работников. Сюда много заявок, если говорить про заявки. Есть заявки из прокат-монтажа. Это вообще компания, которая не входит в группу ПАО ММК. Сюда приезжали ЧТПЗ, очень понравилось. Я не говорю о ММК «Метис», о шлаг-сервисе, огнеупор. Все общества, группы подали свои заявки на обучение персонала в школе безопасности. Пока у одних конкурсантов проверяют теоретическое знание основ безопасности, другие демонстрируют его на практике. Правильность оказания первой медицинской помощи оценивает профессиональный медицинский работник. Подошли, убедились в безопасности, все верно, громко окликнули пострадавшего, потрясли за плечи, все сделали, нашли помощника, вызвал скорую помощь. Участникам команды горно-обогатительного производства в итоге ставят высокую оценку. Инструкции обучались сейчас, в персонале, началось обучение, получается, по охране труда промышленной безопасности. Сдаем предварительные экзамены постоянно, вот оттуда и научились. Большинство соревнующихся мужчины, женщин на этом конкурсе, так же, как и на всем сложном производстве, немного. Но опасной ситуации не знают разделения полов. И работница центральной электростанции Мария Рощепкина тушит пожар так же умело, как до нее на этом тренажере это делали мужчины. У нас центральная электростанция, то есть это электротурбины, генераторы, опасное производство. Много надо знать и по пожарной безопасности, и по работам на высоте, и работа в электроустановках. То есть очень много. То есть, да, приходится читать много литературы, в том числе и по охране труда. По итогам конкурса команда управления главного энергетика стала третьей. Призовое место они разделили со сборной металлургов. Вторыми стали работники горнообогатительного производства. А победу с большим отрывом от соперников одержала команда прокатчиков. Елена Тимофеева, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. К другим темам нашего обзора. Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Научно-практическая конференция с таким названием прошла в Магнитогорском государственном техническом университете. Говорили не только о проблемах, но и о перспективах современного образования. Научно-практическая конференция прошла уже в 76-й раз. И впервые она была организована при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Это свидетельствует о том, подчеркнул ректор МГТУ Михаил Чукин, что качество работ ученых университета достигло такого уровня, ниже которого отныне опускаться нельзя. Второй аспект, который особо выделил ректор, касается содержательной части выступлений. Наряду с традиционными научными знаниями, которые мы с вами обсуждали, появляются инновационные тематики, касаемые индустрии 4.0. Это свидетельствует о том, что университет инновационно развивается. Мы готовы к происходящим изменениям интернет-революции, цифровой революции. Конференция на базе МГТУ становится не столько магнитогорским событием, сколько событием российского и международного уровня, добавил Михаил Чукин. И количество докладов и нагородних ученых тому подтверждение. Пленарное заседание предваряло серьезной продолжительностью в целую неделю работы по секции. Президент МГТУ Валерий Колокольцев продолжил мысли своего преемника на посту ректора. Наша конференция – это уникальное явление. Вот если вы посмотрите другие университеты, вот в таком полном охвате всех аспектов научной деятельности вы вряд ли где-то найдете. И вот посмотрев даже сборник, он у нас уже давно двухтомным выходит, это вот и есть подтверждение того, что мы охватываем абсолютно все области исследования. Наука дама капризная, но ее нужно любить как любимую женщину, подытожил Валерий Михайлович. Кстати, толк в любви к науке много лет демонстрирует главный специалист группы по развитию научно-технического центра ММК Сергей Денисов, который недавно стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Черная металлургия». На конференции он рассказал о перспективных направлениях развития производственной, научной и инновационной деятельности Магнитогорского металлургического комбината. Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания «ТВИН». МГТУ как Центр научно-образовательного и технологического превосходства. С докладом под таким названием выступил ректор Магнитогорского вуза на очередном заседании Общественной палаты города. Что представляет из себя технический университет сегодня и какие планы у руководства учебного заведения на будущее? В МГТУ сегодня обучается около 15 тысяч студентов. В университете функционируют 5 докторских диссертационных советов по 10 научным специальностям. С 2011 по 2017 годы Магнитогорский вуз отмечен победами в конкурсах правительства России. Здесь реализуются совместные проекты с Магнитогорским металлургическим комбинатом и ММК «Метис». С участием МГТУ созданы 6 малых инновационных предприятий. Он является главным поставщиком кадров не только для муниципалитета, но и для всей области. Так исторически сложилось. При всех издержках объединения это дало мощный импульс для дальнейшего развития. По словам ректора Михаила Чукина, не забывают в МГТУ и о научных проектах в гуманитарной сфере. Здесь созданы научно-исследовательская словарная лаборатория, лаборатория народной культуры, лаборатория филологических интернет-стратегий. Недаром Магнитогорский вуз признан одним из 33 опорных университетов России. Этот статус, наверное, очень многому обязывает, потому что мы стали не просто региональным университетом, а университетом нашего государства, на которое рассчитывает прежде всего и Россия. И наши деяния устремлены не только внутри России, но и за рубеж. Время не стоит на месте, и университету приходится отвечать на новые вызовы современности. Среди задач, которые стоят перед МГТУ, поднять средний балл ЕГЭ в Магнитогорске и Челябинской области, закрепить выпускников в городе и уральском регионе, поднять престиж технических направлений подготовки. Кроме того, нужно не только готовить квалифицированные кадры, но и создать инновационные технологии, обеспеченные такими кадрами. Мы с вами стоим на пороге третьей промышленной революции. Причем, обратите внимание, место лидера третьей промышленной революции и еще остается открытое правительство ставить абсолютно четкие задачи, чтобы это место заняла Россия. При тех целях, которые стоят перед ВУЗом, его поддержка является стратегически важной, резюмировал председатель общественной палаты Валентин Романов. Как человек, который сам посвятил десятки лет развитию образования, со своей стороны он пообещал делать в этом направлении все возможное. Все ветви власти должны предельно внимания реагировать на проблемы ВУЗа. Мы этим тоже теперь, раз попали сюда, будем заниматься активно, потому что вы универсальная, универсальная научно-учебная база. Павел Брюсенев, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. В эту субботу, 5 мая, отмечается Международный день Акушерки. Этот профессиональный праздник – представитель одной из самых светлых и радостных профессий в медицине. Акушерка первой встречает маленького человека в этом мире. С Акушерками родильного дома номер 2 пообщалась наша съемочная группа. В родильном доме номер 2 города Магнитогорска трудится 58 акушерок. Это слаженная профессиональная команда с огромным опытом работы. Скольким младенцам они помогли появиться на свет – точно не подсчитать. Возглавляет подразделение Марина Вдовина, акушерка с 24-летним стажем работы. Родовспоможение, рассказывают акушеры, развивается активно. В последние годы серьезно улучшилось техническое оснащение. Появились многофункциональные кровати для рожениц. Реанимационные столики для выхаживания новорожденных. Но самые главные плюсы профессии акушерки неизменны на протяжении всей истории человечества. Всегда положительные эмоции, рождение новой жизни. Это всегда интересно – наблюдать, как женщина встречает своего ребеночка, как радуется. Мы радуемся вместе с ними. В одной из палат родильного дома мы познакомились с акушеркой, которая сама в настоящее время находится в декретном отпуске – Светланой Горбуновой. Я акушерка в профессии. На данный момент я работаю в женской консультации, сейчас в декрете. До этого работала 12 лет в родзале, в этом роддоме. Профессия мне очень нравится. Да и дарить людям, как говорится, добро, радость. Мамочки плачут при встрече с ребеночком. Каждый раз по-особенному, каждый раз по-разному. Каждый раз реагируешь по-разному. Но стараешься каждый день идти на работу, как на праздник, как говорится. Акушерство надо выбирать, конечно, людям и таким, которые готовы к этому. Профессия очень хорошая, благородная. Каждая женщина, ставшая матерью, знает, насколько важно, когда рядом с тобой в ходе родов уверенная, грамотная, заботливая акушерка. Роды – тяжелейшее испытание. Главная задача акушерки и состоит в родовспоможении во всех аспектах. Начиная от контроля за состоянием здоровья беременной женщины и плода и заканчивая главным – появлением малыша на свет. Первый раз я в этот трудом попала почти два года назад. У нас родился замечательный сыночек. Вернулись сюда жить, теперь за доченькой. У меня нет слов, чтобы всю благодарность персоналу, который здесь работает. Начиная от врачей, которые принимали у меня роды, у меня было оперативное вмешательство. Заканчивая, не знаю, медсестрами, а заканчивая персоналу, который за детьми ухаживает. То есть все настолько душевные, настолько добрые, настолько профессиональные. И еще раз спасибо. Счастье – самая первая встреча папы со своим новорожденным малышом. Благодарность родителей за главное событие в их жизни. Это радости профессии акушера. Я вас от всей души поздравляю. Спасибо. Спасибо, красивые, здоровые, счастливые. Давайте, вас его долго. Все мои хорошие. Я хочу сказать огромное спасибо за это счастье, за это ощущение, за эти пережитые 4-3 дня, которые вызывают только положительные эмоции, низкий поклон сотрудникам. Я безумно рад. Это первый у нас ребенок. Очень ждали, желанно, очень сильно был. Мы сделаем все, чтобы вырос хороший человек. 5 мая отмечается Международный день акушерки. Праздник медиков, помогающих в самом главном деле – рождении новой жизни. Акушерство – это признание, акушерство – это позор души. Это мудрость, это знание, это пупсы и малыши. Поэтому мы рады, что у нас есть такой день замечательный, смирный день акушерки. Всех поздравляю с этим днем. Ну и, соответственно, будем работать на благо наших дам. Культура в событиях недели в картинной галерее «Весна» во всем ее многообразии. Выставка с таким названием объединила работы маститых магнитогорских художников и молодых авторов. В экспозиции представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Познакомилась с экспонатами и их создателями наша съемочная группа. Весна в картинной галерее ознаменована звуками кларнета. С художественных полотен ему будто вторят колокола и завороженно за игрой наблюдают куклы-эльфы. Все экспонаты объединяет не тема времени года, а традиция. В Советском Союзе каждую весну и осень магнитогорские художники проводили творческие отчеты перед зрителем. Очень интересная композиция. Здесь и кувшины, и скульптуры небольшие. Вся эта композиция называется «У источника». То есть мы видим таких барашков. У одного даже кувшин на голове тоже, на рожках его. И вот этот кувшин – это как озеро, вдоль которого тоже гуляют барашки. Если посмотреть сверху, то можно увидеть, что он синего цвета внутри. На картине Ларисы Винокуровой больше белого цвета. Она о том, что зима пришла, а вместе с ней и особое настроение художницы. Люблю котов. Это мой кот Оскар. А вот такой, этот предмет, ну, знаете, такой высокий стул. И в реальности существует на даче Верхнеуральский. Там собирают яблоки. И он меня так заворожил, я на него смотрела и не могла оторваться. Это было так, ну, тайно. Ну, вот слово «тайна» – простой вот такой деревянный стул для сбора яблок. Нет никакой тайны в этих портретах. Зато есть личная история. Картины почти с фотографической точностью передают образ человека, его внутренний мир. А выполнены они в технике выжигания по шелку. Весенняя выставка объединила различные жанры и стили. Впервые в экспозиции костюм книжны и ювелирные изделия. «Быль» и «Небыль» – магнитки серия лубочных картинок. Эти изображения сошлись со страниц одноименной книги, которая повествует о развитии становления города Металлургов. Подобные гравированные листовки с изображением, чаще всего потешным и текстом, были популярны в 17-18 веках. Но их изготавливали тогда на деревянных дощечках. Сейчас же в помощь авторам современные технологии. Эти изображения сделаны с помощью компьютерной графики. Здесь и немецкий архитектор Эрнст Май, и его соцгород, и ударник магнитостроя Виктор Калмыков. Весна. Самое время познакомиться с народным лубком и другими работами магнитогорских художников. Ксения Перчаткина, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Время спорта. В двух последних сезонах во втором дивизионе российской баскетбольной суперлиги принимала участие команда «Динамо», которая базируется в Магнитогорске, но представляет всю Челябинскую область. Год назад она завоевала бронзовые награды, а в минувшем чемпионате поднялась еще на одну ступень выше. На награждение героев, которое прошло во дворце имени Рамазана, побывала наша съемочная группа. Совместные усилия общества «Динамо», областной федерации баскетбола, администрации «Магнитогорска», ММК в лице его крупнейшего подразделения, объединенной сервисной компании, МБУ-баскетбольный клуб «Магнитогорск» позволили создать по-настоящему боеспособный коллектив, который уже в дебютном для себя сезоне попал в число призеров, а спустя год сумел и улучшить результат. Это становление было трудным. Мы проделали немалую работу и хотелось бы поблагодарить всех, кто был здесь задействован. Я уверен, что это точно не предел, потому что магнитка традиционно не останавливается на достигнутом. И тот старый лозунг сегодня норма, сегодня подвиг, завтра норма, я думаю, он должен быть реализуем и в спорте. На первом этапе «Динамо» одержало 18 побед в 24 играх и лишь по результатам личных встреч уступило лидерство в группе «Уралмашу» из Екатеринбурга. На втором этапе наша команда провела еще 16 матчей с лучшей четверкой из противоположной группы и сумела выиграть 13 из них, в том числе два у безоговорочного лидера сезона Ярославского «Буревестника» и все четыре у прошлогоднего чемпиона «БК Тамбов». Благодаря этому подопечные Олега Ягумова опередили «Уралмаш» и завоевали «Серебро». Здесь, конечно, хочется отметить основного человека, который поддержал команду, поддержал клуб, это Рашки, директор Филиппча. Задача на следующий год будет сдать максимально выигрывать лигу. Выигрывать лигу, в принципе, у нас все для этого есть. Здесь прекрасный дворец спорта, есть болельщики, которые действительно стали бояться посещаемость. Ну а сейчас всех с праздником, команду «Серебро» с достойной. Поздравляю всех! Заслуженную награду получил в этот день и сам Сергей Ласьков, как председатель попечительского совета Магнитогорского клуба, и глава города Сергей Бердников, и директор клуба Валерий Армер. Слова благодарности звучали в адрес коллектива Дворца спорта имени Рамазана, но главными героями, конечно, были тренеры, игроки и персонал команды. В минувшем сезоне она одержала 31 победу в 40 играх. Лучший результат только у «Буревестника». Ярославцы, встретившись с 10 соперниками, потерпели только 6 поражений, и 2 из них сумела нанести именно «Динамо». С Ярославлем мы встречали всего 4 игры, и можно было бы посмотреть, если бы этих игр было больше. Я не думаю, что у того же Ярославля были какие-то там 6 вот этих вот всего поражений. Я думаю, мы бы могли нанести бы еще и больше. Задача на следующий сезон ясна, а подготовка к нему по традиции уже началась. Павел Зайцев, Василий Бабердин, телекомпания ТВИН. Проект «Лучшие цветы мира. Магнитки», приуроченный к 25-летию телекомпании ТВИН, продолжается. Его автор, популярный ведущий программы «Зеленый остров» Александр Сидельников, преподнес цветы городскому собранию депутатов. Королеву сердец принимал Александр Морозов. Я хочу просто представить, как еще инициатор проекта «Лучшие цветы мира. Магнитки». Вот в этом качестве он сейчас и преподнес вам этот прекрасный букет. Вот юбилею телекомпании, нам скоро 25 лет, юбилею передачи «Зеленый остров», у меня скоро 900-й выпуск, мы реализуем в городе проект «Лучшие цветы мира. Магнитки». В рамках этого проекта мы хотели бы познакомить жителей нашего города, руководителей нашего города с селекционными достижениями. Селекция сегодня ушла оба-бопуда. Сегодня есть сорта, которые могут выдерживать невероятно суровые условия, вот такие, как в Магнитогорске. Вот эти цветы – это сорта серия «Амморы». И израильские селекционеры, когда вывели эту сорта серию, а это новинка, они отправили эти цветы в самые красивые города мира. Это Осло, это столица цветов – Амстердам. Сегодня в этом списке и Магнитогорск. И общая идея вот у этой сорта серии «Амора», что цветы и любовь объединят людей во всем мире. Конкретно этот сорт называется «Королева сердец». Мне кажется, что «Королева сердец» – это очень даже… Да. Ну, городское собрание – это народные избранники. Ну вот, люди отдают им свои голоса и, наверное, немножечко свои сердца. Поэтому очень символичный такой… Спасибо, Александр, дорогой. Очень приятно получить такой подарок из рук Мазякина нашего Магнитогорского садоводства. 900 передач. Рекорд. То ли еще будет, юбилей приближается. Неотвратимо и неизбежно. В дембельских альбомах писали, как крах империализма. Увидимся там же. Время местное. СПОНСОР ПРОГРАММЫ Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, в воскресенье 6 мая нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный – 1,5 метров в секунду, в порывах до 10 метров. Температура воздуха ночью – минус 2, плюс 3, днем – от 9 до 15 градусов тепла. В понедельник 7 мая нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений – 3,8 метра в секунду, в порывах до 16 метров. Температура воздуха ночью – плюс 5, плюс 7, днем – от 12 до 15 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok